Всем привет! Меня зовут Дмитрий Роденко. Я основатель сообщества SaaS Founders. Помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов на Западе с помощью LinkedIn. Меня часто спрашивают, как выбрать лучший вариант CRM для лидогенерации крупных клиентов. Сейчас я вам покажу решение, которое мы пользуемся. И мне кажется, я объясню, почему считаю его оптимальным. Смотрите, что вы делаете в LinkedIn? В LinkedIn вы отправляете плюс-минус в рамках одной ниши стандартные сообщения большому количеству людей. Условно, если вы отправляете 50 запросов каждый день, за месяц вы отправляете 1000 запросов, за 2 месяца 2000 и так далее. Каждый месяц плюс 1000 запросов. Из них принимается порядка 30%, зависит от индустрии и так далее, от ниши. Грубо говоря, 30%, то есть плюс 300 контактов каждый месяц. Все эти контакты достаточно плоские. Смотрите, вы отправляете человеку сообщить реквест, он его 30% принимает, и дальше вы с ними общаетесь. Так вот, смотрите, мы ведем учет подобных, когда мы работаем в аутсорсинге, выполняем эту задачу на заказ для клиентов. Мы делаем следующим образом. Мы ведем вот эту большую плоскую таблицу по статусам лида, там реквест, контакт, not now, more information. И их тут реально тысячи. Вот в рабочей таблице, я просто взял шаблон, но в рабочей таблице тут тысячи контактов. И они достаточно плоские, то есть из них сотни хотят общаться, больше информации и так далее. Поэтому, если вы хотите все загнать это в CRM, логично было бы, и то, как я обычно рекомендую вашим клиентам, когда человек становится лидом, то есть запрашивает информацию, то есть статус, more information, у вас с ним назначен call, call проведен, были проведены переговоры и так далее, вот тогда имеет смысл вносить его в вашу CRM. Почему? Я в начале, несколько лет назад, лет 5 минут, так и сделал. У меня там 6 тысяч потенциальных клиентов, я всех их загнал в свою CRM, и что у меня получилось? У меня в CRM вместо, условно, 2 тысяч записей стало плюс там 6 тысяч, 8 тысяч записей. Их становится очень большое количество, что вроде бы неплохо, но они все мало заполнены, да, возникает, ну как бы, зачем они здесь, да, какой от них смысл? И потом понял, что это была ошибка. Я убрал эти 6 тысяч и начал добавлять там десятки и сотни тик, с кем уже были реально качественные контакты. Соответственно, я не перегрузил существующую CRM раз, вот, я, ну, соответственно, там информация стала ценная, полезная и реально та, которая есть в работе. Поэтому, резюмируя, что я предлагаю сделать? Для аутсорсинга лидогенерации, для осуществления лидогенерации, использовать плоские таблицы а-ля Google Spreadsheet, и это основной рабочий инструмент лидогенератора, основной инструмент, где учитывается работа лидогенератора и результаты работы, то первое, когда клиент переходит в статус More Information, Schedule Call, Discovery Call или Converted, тогда его переносить уже в вашу живую CRM для того, чтобы дальше вести и делать учет и так далее. Если у вас есть вопросы по процессу лидогенерации, вы хотите узнать, как это работает, почему у вас работает недостаточно хорошо, что улучшить в вашем процессе лидогенерации, внизу под видео будет ссылочка, ссылочка на запись, на созвон с одним из наших лидогенераторов, с нашей командой лидогенов. Полчаса, в течение полчаса, можете задать вопросы, которые вас интересуют, ваши лидогенераторы помогут, подскажут, ну и, возможно, мы найдем какие-то общие точки соприкосновения, где мы можем помочь вам в получении новых крупных клиентов на Западе с помощью LinkedIn. Поэтому записывайтесь на созвоны, всем хорошего дня и крупных контрактов. Пока-пока.